Человек 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 В силах берега проймой, Умирнув, раскрывался парашют, А в шунтовой плойно, Киво с теплым вором тройно. Выходи, Алмар, ласкутный, У них добрый зал ищу. Эй, штукуя, народ толпы, Давай, смешки, Прогнай с неплохой толпы, Таску души! Эй, штука, народ толпы, Бензørлов получи! Ну сделай так, чтоб мы снялись в кораблурши. Эй, штука, народ толпы, Ну сделай так, чтоб мы снялись в кораблуши. КОНЕЦ КОНЕЦ Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня у вас в гостях Московский театр «Пародий» и ваш старый друг, может, не совсем старый, Владимир Владимирович. Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я хотел бы, прежде всего, поздравить всех с праздником прекрасным. Сегодня, верно, на воскресенье всех поздравляю от души. АПЛОДИСМЕНТЫ Я все равно не могу не вспомнить, что 8 марта у меня не было в пенсии. Поэтому я хочу поздравить женщин с прошедшим праздником 8 марта. Почему? Потому что для меня лично праздник 8 марта не ежегодный, а ежедневный. Поэтому сегодня для меня тоже праздник. Встреча с вами, дорогие женщины, я вас поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет вам, большой, от моего друга Льва. Он вас полностью любит. АПЛОДИСМЕНТЫ Тем более у нас с ним такой небольшой праздник. В этом году мы празднуем 45 лет дружбы нашей с Ольгом. Это, в общем, как бы не так видно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, еще, конечно, за то время, что мы не виделись, какие-то произошли события, конечно, знаковые такие. Вы же помните, несколько лет назад удачно выдали замок Аллу Борисову. Хорошего пацана нашли с жильем. АПЛОДИСМЕНТЫ Дети пошли один за один. Ну, то сейчас вообще пиздец. АПЛОДИСМЕНТЫ Это не важно. Ну, как бы, скажем, 21 век. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто как может. Это мы дураки, может быть, таким старинным дедовским способом. АПЛОДИСМЕНТЫ Как мой друг Лев, он говорит, что только люди не делают, чтобы у станка не стоять. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще есть, конечно, у меня такой праздник ежегодный. Я, значит, мои друзья все знают, что в Новый год я не работаю. АПЛОДИСМЕНТЫ Причина самая уважительная в мире, потому что в Новый год, день рождения, в 31 на 1, моей матушке, вот ей в этом году было 93. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, что. Приблизительно так я вам все рассказал. Вот. Ну, что еще. Я вообще работаю в ЖЭКе. Не, серьезно. У нас народ простой, мужики, конечно, может быть, университет его не качали, но что касается великого и могучего русского языка, то мы им пользуемся во всем его величии и могущества. И то, что многие считают матом, у нас это обычно повседневная речь. Ну, тут один умник придумал в нашем ЖЭКе, что в связи с культурным обслуживанием населения, кто хоть одно слово матом скажет, штраф 1000 рублей. Это за каждое слово. А при нашей работе 5 минут все, нет зарплаты. Ну, мужики приуныли. В ЖЭКе повисла гробовая тишина. Ну, поговорить не о чем. И тут в ЖЭКе приходит наш слесарь Михайлович. Ну, что он сказать про Михайловича, это вообще уникум. Вот приезжали из Академии наук, просили его, Михайловича, помочь в составлении этого словаря русского мата. Михайлович трое суток надиктовывал, трое суток. Ни разу не повторился. Ну, ей. Понимаете? Надо запретить Михайловичу ругаться матом. Это все равно же футболисты ноги оторвать, сказать, забивать. Не, ну, вбегает Михайлович и говорит, друзья, какая жуткая неприятность произошла в соседнем доме. Какое глубокое разочарование застало меня, когда я увидел эту картину. Мы сидим так, смотрим на него, ну, как будто Михайлович вошел и сказал, «Алло, он сон фон де ла Петри, не живет, деглявает, в конце». То есть, ну, полное впечатление, что человек на французском. Я говорю, «Михайлович, ты можешь более конкретно сказать, какая неприятность постигла жильцов в соседнем доме?» Я чувствую, Михайлович вот-вот сорвелся с двух конкретика. Ну, Михайлович миллионер, поэтому он сказал, «Прошу за мной, господа». Ну, все господа и я тоже. Пошли, значит, приходим, а там обычная картина. Значит, эти вот работяги с соседнего ЖК, они, значит, что, траншею копали и ковшом экскаватора трупу задели. «Фонтан кипятка до пятого этажа, у меня даже вырвалось это, какого...» Ну, я вовремя себя, ну, сдержал, а наши пацаны стоят так, руки заламывают. Он говорит, «Вау, вау, мы потрясены, увидим». А Михайлович так посмотрел и говорит, «Это какая женщина со словностью к плюрализму?» Вот это все сделал. «Где этот мужчина, возлюбивший своего ближнего нетрадиционным путем?» «Я желаю ему маме хороших интимных отношений до скончания века». И тут он видит этого Вадима-экскаватора, как заорет на него, «Ах, ты особь женского тела, семейства собачьих!» «Чем ты руководствовался, когда совершал свой поступок?» А тот, знаешь, никто же, Жеке, приказывал, чтобы он так тщательно подобрал слова и сказал, «Друзья, я и сам оху». Характеризовал бы это как не типичные влияния для нашей профессиональной деятельности. Михайлович сказал, «Да идите вы, мой юный друг, по месту вашей постоянной прописки! И где только берут таких людей с ориентацией Кончиты в Урске!» «Злышишь, я говорю, Михайлович, приходи, каковы будут ваши дальнейшие указания?» А Михайлович любую вещь называл одним определенным словом. Труба, втулка, гаечный ключ, муфта. Ну, все называл одним словом. Ерунда. Возьми эту ерунду, вставь в эту ерунду, заверни в эту ерунду. То есть, друг Михайлович говорит, «Коллеги, надо расшплетовать контргайп, чтобы привести в движение шушнековый механизм заслонки, блокируя подачу воды поврежденный механизм горячего водосабжения». Я говорю, «Михайлович, вот то, что ты сказал, это где?» Я говорю, «Михайлович, пока не поздно, скажи что-нибудь вразумите о этом. Потоп кипятка вот по улице течет, значит, там эта линия электропередач замкнула, и искра вниз, тут газопровод, там бабка выходит из подъезда, тут мальчик на велосипеде, девочка через скакалку, то есть еще чуть-чуть, и будет полный коллапс в стену». И тут Михайлович не выдержал. Плюнул на приказ и как заорет, «Я! Гуашуй!» То есть Михайлович за пять минут лишился зарплаты на год вперед. Ну, мы приходили, поняли, и за десять минут все починили. Жеке Михайлович ждало два приказа. Штраф на 800 тысяч рублей и премия на миллион. То есть начальство понимало, что в нашей профессии без великого и могучего русского языка ничего не получится. Вот так. Всем кажется, что вот я самый развеселый и все время над альбомом издеваюсь, что пародия делают, его разыгрываю. Ну, в принципе, первый начал Лев. Еще в студенческие годы, когда я пришел поступать, Лев уже заканчивал институт. А я в солдатской форме ходил там перед этим заведением, перед театральным институтом. И подошел ко мне молодой человек и сказал, поступайте вот так. Я говорю, да. Я из комиссии. Могу тебя послушать. Ну, я смотрю, молодой как будто. Он говорит, ну, я доцент, молодой. Молодой. Вот. Закончил недавно. А я не смотрел этот фильм «Приходите завтракать». Он реагировал нормально. Ну, давайте, спою там. Он собрал таких же молодых, я думал, доцентов. Сели, значит, они в аудиторию, пригласили пианистку. Я пою, танцую, рассказываю стихи, басни. Ну, этот, который доцент говорил, ну, что, старик, у тебя есть надежды, талант есть. Думаю, что завтра вот первый тур, приходи на экзамен. Я там в комиссии буду, поддержу тебя. Я на следующий день прихожу. Мне декан говорит, что-то, солдат, ты не был вчера на консультации. Я говорю, да, был. Из комиссии меня слушал человек, вот его нету. И вдруг открывается дверь, заглядывает этот человек. Я говорю, вот оно. И декан говорит, Лещенко, закрой дверь с той стороны. Обнаглели эти выпускники. Я понял, что этот паренек меня разыграл. Я думаю, ну, я тебя найду отомщу. Ну, попал я к тем же педагогам по вокалу, по мастерству. То есть те же педагоги меня воспитывали. Ну, Лев уже на следующий год стал известным певцом. Все, мы сдружились. И через несколько лет у меня встретились на дне рождения. Вот, дома у меня. Ну, обычно 31 марта я лежу. А следующий день, 1 апреля. Ну, уже под утро разошлись. А уже, когда выпиваешь, не соображаешь, что уже 1 апреля. Только мы легли спать с женой, вдруг звонок по телефону. Я хватаю трубку. Лев говорит, старик, я застрял тут. Тебе из автомата звоню. Машина не заводится. Вынеси ведро воды. Я уеду. Я же не понимаю, что 1 апреля. Я два ведра. Два ведра выхожу. Ну, тут дворник мне говорит, что ты рана, Володя. Я говорю, ну, лестница застряла, я ему воды вынес, чтобы он уехал. Он говорит, уже на воде стали машины делать, прогресс. Вот. И тут я понял, что он меня еще раз приделал. Ну, и как-то мы через несколько лет попали в Германию. 1 апреля было. Мы попали в Германию, в Берлин на фестиваль. Ну, я думаю, я тебя отомщил. Мы купили одинаковые туфли. Я взял, значит, а у него 44, а у меня 42. Я взял ему в коробку два левых. Завязал. И себе два правых. Думаю, завтра полетим в Москву. А там он начнет мерить, переживать. А я ему скажу, вот, два правых принесу поменять. Летим в самолете утром. Он говорит, Володя, представляешь, немцы законопослушные люди. Я вчера стал мерить башмаки вечером. Ну, интересно. Оба на левую ногу. Один 44, другой 42. Вы представляете? Это счастье, что магазин был открыт. Я пошел обменял. И теперь все мои друзья знают. У меня на даче стоит коробка. Написано, от Лещенко на Лещенко. А да. Как говорится, знаете, в народе говорят, две головы хорошо. Вернее, наоборот. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Вот так образовалась, кстати, конная милиция. ГОВОРОТ В ЛЕВЕlden ГОВОРОТ В ЛЕВЕННОЕ ГОВОРОТ В ЛЁТЕ mä ГОВОРОТ В ЛЁТИ ГОВОРОТ В ЛЁТ ´b тб locate Я припакирую ее в салон-марку, начинаю ей сидеть на пирожной носке. Весь ей поймут, ей ухоют цветы, не раньше, когда ее целуешь ты. Голова бельковая, глазико-огновая, я теряю голову, от нее родной. Лунница бросается, не одна как мальца, я купил еще одну, как мне такой. Ну хозяйство небольшое, там кур, утки, коровка есть. Ну и пацана берем, унышка на лето, 5 лет пацану, старше этого города. Ну и все нормально, но моя вдруг сбеленилась, и говорит, все люди как люди, это как хрен на блюде. Все вот ездят по санаториям, а ты вот сидишь тут, нас держишь в деревне пыли, что ж бы всю жизнь работали, хоть бы в санатории, чтоб обслужил кто-нибудь хоть 24 дня. Ну думаю, чтобы с ними не спорить, съездил в район, взял путеку, поехали втроем, внучка взяли. Дорогие, граждане дорогие, я первый раз, я такого тунеядства, жизни не видал. Это ж ешь, спишь, пьешь, нырнул, вынырнул, все. То есть, да и жене то. Я на третий день с ума сошел. Встал с раньями, он услышал. Мои еще спали, я думаю, пойду нырну в плавку прямо из корпуса. Пошел в плавки особые, жена сама сшила. Да, она ее в целлофан, я ее завернула, зашила внутри, нагло за так, чтобы не промокли. Я по дороге пивка махнул, нырнул сходу, меня волной шмяк, а мне погибло, я пивка махнул. Еще ракушку достал со дна, нырнул там. Думаю, пацанок не суит, так вот держу ракушку и загребал так, берем. Меня волной шмяк и по гальке. И плавки, как ветром сдуло. Я даже не заметил. Я на пляж выхожу с ракушкой и не пойму, почему мне в глаза никто не смотрит. А я вообще в Удирионе первый шутит. Я думал, пошучу сейчас с кем-то. Смотрю женщины жить. Я подвожу, ракушку спрятал. Говорю, женщина, а вам моллюску мою показать? Она сказала, вот вы странный мужчина. Сначала покажьте, потом спрашивайте. Он мне рука-то здесь. Я к телеточке. Ну такая интеллиентная в очках. Опять ракушку спрятал. Я ей говорю, женщина, а вам моллюску мою показать? Она даже очки сняла. Говорю, наконец-то мой отдых заимел смысл. Я прям выбросил эту ракушку. Обиделся, думаю. То есть надо какой-то дурдом, а? Пойду своих будить. Иду. Лежу, женщина, загорается явно наша, деревенская. Почему? Купальник цельный. Халат, сапоги резиновые. И платок вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ужок не обгорит. Вот так вот. Думаю, ну, хоть есть с кем поговорить. У меня хозяйство, у меня хозяйство. Я говорю, женщина. Она на меня глянула, я говорю. А у меня большое хозяйство. Она так сказала, что уже не преувеличивает. Я даже прямо вот просослился. Думаю, откуда она знает у меня хозяйство, она мне преувеличивает. Как будто видел. Я говорю, ну вы-то как никто должны знать, какая морозка с этим хозяйством. Она говорит, стала забывать. Пенсионерка, чего? Я говорю, а вот я, ни свет ни заря, вскакаю у себя там. Пока всю живность во дворе не обслужу, не успокаиваюсь. Она говорит, слышь ты, маньяк, черт, я тебе тут не живность какая, я тебе сейчас с сапогом одею. Я думаю, ну точно дурдом. Видать, здесь рядом где-то психушка, а им кусок пляжа в аренду сдал. Понятно. Мне надо пойти своих разбудить, да пойдем на завтрак. Иду, смотрю, перед корпусом там на пляже сбоку, женщина с пацаном загорает. Ну как мой внучок, лет пять. Думаю, ну хоть слово живое сказать. У ей малыш, у меня малыш. Я говорю, женщина, а вы моего малыша видали? Она говорит, да не слепая. Я говорю, вот он такой вот. Он любит с чужими тетями заигрывать. А к вечеру такой возбужденный, моя жена еле его укладывать. А утром мы еще спим. А он под одеялом. Выглядывать как хочет. Он когда вырастет, он говорит, ну чего еще раскидывать. Ну если мою породу метр восемьдесят, она раз, с лежака упала. Дурно там. Дурно к корпусу подошел. Ну лежу, женщина, мороженое ест за столиком. О, думаю, спрошу ее, где брала. И своим возьму мороженое. Вот, хоть рада. Ну пусть доест, я же интеллиентный человек. Стою, переминается. Я говорю, жду. Пока надоест. Она кушает и говорит, а перестаньте передо мной болтать. Я слова не сказал. Я стою. Она кушает. Говорит, я сказал, не болтайте. Он болтает, не болтает. Ладно, мужику болтал, я согласна. Пошли, то мы с центром расплатились за мороженое. Я как честный человек. Руку вниз, где деньги заши. А волосы вверх. Я к чему, говорю, божуки. Если кто из Федзии ронет вот в эти дни Египет или там какой-нибудь талант. Из моря выходит, меня вспомнил. Не поленитесь, проверьте. Деньги на месте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А сетью думаешь, по ней все ста-за, а вообще меня из нас, из всех, избрались старшим по дому. Я из-за нее айкаться стал, я раньше не за айкаться. Но не про ганга, а голосовали эти на глаз. И теперь каждый из них меня просто за. А мучил, если грубо сказать, за травин. Я сейчас сегодня выгляжу хуже, чем вчера, да? А почему? Вчера это сан-сан-сан. А сетка просто ослала меня в пи. Объезд. Там, говорит, кто-то в лифте нас. А смотри. Я заглянул в лифт. Огромную лу. Лужа. И сверху поплавает кусок азеты. И кружок желтого цвета явно масло под солнцем. Тут я вспомнил, что вчера один муж, мужик, и шестой квартир, нес бидончик с маслом. А он натуральный раззи. Я в общем все вор. А что она еще в тассу. Я позвонил им. Дэн-дэн. Дэн-дверь. Открывает дверь. Это старая. А Булька. Я ей как-то оборю. Я говорю. А где ваша эта дэн? Зяня. Она говорит. Он сейчас занят. Он там в спальне. На кровати свою жену еду. Я ей. Она заболела. Я говорю. Я там в лифте за ними. А он здесь на кровати свою жену. Я думаю. Сейчас зайдем. Я оторву. Я. Его от удовольствия. Потом думаю. Зачем мне инфаркты? И я этой старой. А Бульки говорю. Передайте своему. Ну вы его знаете. Что я помню. Что вчера послал меня на хуй. Куда укрешу полететь. Я пришлю мастеровство. Аллата. Вышел на улицу и думал. Как же народ. Ах. А в самих. У тебя есть же категория людей. С которыми лучше не связываться. Потому что обязательно найдешь. Приключения. На свою жену. Жизнь. А вы что подумали. Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ